Вторая половина осени ждет нас еще в этом году, и что же делать с нашей кожей, а может быть не только кожей? Какие косметические процедуры нужно выполнить для того, чтобы оставаться таким же прекрасным, как я? Это была шутка. Мария Бочарова, владелица студии Космос, косметолог у меня в гостях. Мария, добрый вечер. Здравствуйте. Мария, я тут уже разогнался, теперь давайте остужайте меня. По мне видно, нужны мне косметические процедуры или нет? Ну, косметические процедуры нужны всем для того, чтобы всегда выглядеть хорошо и ухоженно. Наш внешний вид – это отражение нашего внутреннего мира, да, в первую очередь. Поэтому мы живем в 21 веке, нас встречают по одежке, а провожают по уму. Так, и чтобы встретиться по одежке прекрасно, свежо, с красивой кожей и горящими глазами, какие осенние процедуры вы, как специалист, рекомендуете? У нас закончился активный солнечный период, и сейчас все процедуры направлены на то, чтобы восстановить кожный покров после активного солнца. Увлажнить, прогидротировать кожу, подготовить ее к зимним холодам, а у нас они суровые, да? Соответственно, мы будем подбирать такие процедуры. Это подготовка к пилингам зимним, это увлажнение кожи, это восстановление кожи, это лечение пигментации, которую мы заработали за летний период, потому что плохо защищали свою кожу от солнышка. Все будет направлено на это. Какие именно это процедуры? Что в этом сезоне может быть актуально? Наверняка же косметология за модой тоже неотступно следует. Сейчас самое актуальное – это аппаратная косметология. За ее эффективность, за ее нетравматичность, за то, что она не больна, да, как любят пациенты. Мне, пожалуйста, не больно, но чтобы было эффективно. Соответственно, мы прибегаем к аппаратной косметологии и химическим пилингам в данный момент. Это самый такой благоприятный аппарат сейчас для химических пилингов. Соответственно, готовим к химическим пилингам, да, с более такими поверхностными или домашним уходом. Это самые популярные процедуры. Дают долгий результат и комфортный в использовании. Нужно мало времени проводить у косметолога, там, раз в неделю, раз в две недели. И это и ценится клиентами, что нужно мало, но результат долгий. Ну, аппаратные – это, понятно, у специалиста. Причем вы меня даже немного напугали. Серьезно, косметология – это бывает больно? Да, серьезная косметология – это бывает больно. Это инъекции, это классические мезотерапия, биоревитализация. Это, конечно, да. Ну, если на аппарат нет времени, средств, что можно делать дома, чтобы оставаться… Все, что направлено на увлажнение кожи. Но я всегда рекомендую сначала обратиться к специалисту, чтобы специалист назначил вам домашний уход. Потому что то, что подходит вашей подруге, не факт, что подойдет вам. Мы все индивидуальны. Все мы стареем по-разному. У нас есть морфотипы старения, у нас есть типы кожи. И, соответственно, мы подбираем определенно индивидуально под тип кожи. И только так это будет во благо. Если мы пошли к подружке, она нам посоветовала какой-то крем. Который ей посоветовал, в свою очередь, косметолог. В свою очередь, косметолог. Да, не факт, что он подойдет вам, и вы можете усугубить эту ситуацию. Неправильно подобранный домашний уход. 90% моих клиентов как раз делают сами себе проблему. Подбирая себе сами домашний уход, подбирая его неправильно, и сушая кожу или, наоборот, приводя ее к акне. То есть тогда мы корректируем именно домашний уход, и проблема будет решена. Как выбрать косметолога правильно? Потому что по городу-то тут, то там вывески, косметология. Вот чуть ли не с выездом на дом бывает. Что должно быть у профессионала? Какое-то образование, сертификат, лицензии? Давайте начнем с того, что с выездом на дом мы можем работать с массажистами. Косметолог – это немножечко другая сфера, потому что есть определенные правила техники безопасности при работе этого, во-первых. Тем более, что чаще всего это какие-то, может быть, повреждения кожного покрова. И у вас дома при кошках, детях и всего остального нет хороших условий для проведения процедур каких-то. Поэтому мы всегда выбираем косметолога. Во-первых, это медицинское образование, если это косметолог. Есть эстетисты сейчас без медицинского образования. Я много таких знаю, очень хороших, но они делают только эстетику, работают со здоровыми людьми. Если вы жалуетесь на проблему кожи, значит, уже не все в порядке, и вам нужен именно медицинский работник. Доктор. Доктор, да, доктор. Человек с медицинским образованием. Либо медицинская сестра, очень грамотные есть специалисты. Соответственно, мы смотрим, давайте, по отзывам. Да, сарафан на радио никто не отменял. И, соответственно, если у него 90% хороших положительных отзывов, значит, это специалист хороший. Возвращаемость клиентов. У меня есть клиенты, которые уже на протяжении 7 лет со мной. Они из года в год приходят. Но это говорит о том, что я хороший специалист. Правильно? Это вы про цикличность, про периодичность заговорили. Я поэтому хочу спросить, вообще, как часто нужно посещать? Если вот ты прям хочешь следить за своей кожей, там, выполнять все требования для того, чтобы всегда выглядеть свежо. Как часто нужно посещать? Ну, если нет проблем, да, никаких жалоб у вас нету. Это гигиенические процедуры в зависимости от типа кожи. Это либо раз в два месяца, либо раз в квартал, да. Если у вас уже есть какая-то проблема, ощущение, да, что что-то не так с вашей кожей, то тогда стоит просто посетить косметолога. И как раз он назначит вам какие-то курсовые процедуры, да, выявит эту проблему, выявит первопричину этой проблемы, поможет вам найти специалистов, которые устранят первопричину проблемы, а затем уже назначит вам курс процедур. В том числе, может быть, по питанию порекомендовать кто-то, да? Соответственно, да. Косметолог тоже может, правда? Он направит к тому специалисту, который поможет решить, понимаете? Есть причина, есть следствие. Наша кожа – это отражение того, что происходит внутри. И у нас есть там схема карт, где почему прыщи вылазят, да, на каком участке тела. И мы, соответственно, смотрим, значит, тут может быть такая проблема там по гастроэнтерологии. А не сходить ли тебе к доктору, дорогой? Давай мы сначала посмотрим, что у тебя с желудком, что ты кушаешь, какой образ жизни ты ведешь. А потом мы уже будем с тобой разбираться, как лечить твои прыщи. Вот. Достойно, достойно. А какие, вот про осенние мы вроде поговорили, про увлажнение, какие косметологические процедуры самые востребованные вне сезона? Аппаратная коррекция фигуры. Мы все у нас… Коррекция фигуры? Да, у нас открывается сезон «Худеем к Новому году». И мы активно… Да, потом открывается сезон «Худеем к лету». Поэтому сейчас как раз открыт сезон «Худеем к Новому году». Сейчас очень много помощников в косметологии, именно девочкам. Это, конечно, не панацея. Это усиление результата и сокращение времени. Достижение этого результата. Достижение результата, да, соответственно. Как это работает? Серьезно, есть специальный чудо-аппарат, которым можно что-то лишнее убрать, лишнюю складочку? Очень часто, очень часто нарушение лимфообращения ведет к застоям в организме. Допустим, целлюлит, да, у женщин мы видим. Это застойное явление, именно лимфо-лимфа. И, соответственно, мы ее разгоняем, мы правильное русло ее направляем, и у нас сокращается целлюлитная коррекция, начинают уходить объемы. И вот многие пациенты, клиенты, да, приходят и говорят, вот я худею, что-то вес встал. Я не могу, вот я вот соблюдаю все питание, я занимаюсь спортом, но вес стоит. Я говорю, хорошо, давай посмотрим по лимфодренажу. Мы начинаем дренажить пациента, и он начинает сбрасывать снова вес. Прямо на глазах? Прямо на глазах. У меня девочка недавно за полтора месяца 8 килограмм просто на том, что мы ей наладили питание, поговорили с ней, да, соответственно, она начала соблюдать. И лимфу направили в то русло, чтобы она работала как нужно. Мария, очень коротко, три совета для ухода за кожей этой осенью. Обязательно домашний уход должен назначать косметолог. Так. В домашнем уходе должны быть все этапы. Умывание, тонизация, крем и маски по типу кожи, которые вам рекомендует косметолог. Так же, как и глубокая очистка. И третье, нужно вести здоровый образ жизни, кушать вкусно, правильно, заниматься спортом, и все будет хорошо. Большое спасибо за такие прекрасные советы. Мария Бочарова, косметолог, владельца студии «Космос», была у меня в гостях. Продолжаем знакомить вас с собаками из приюта «Поводок». Сегодня расскажем историю маловиты.